На неделе в рамках 46-й сессии Совета ООН по правам человека по инициативе Азербайджана, как председателя движения «Неприсоединение» была принята резолюция обеспечения равного, доступного, своевременного и всеобщего доступа к вакцинам против COVID-19. С авторами резолюции выступили 133 государства, и это очень высокий показатель для принятых Советом по правам человека ООН документов. Это очередная значимая победа Азербайджана на международной арене, ведь по сути Азербайджан представляет интересы 120 стран членов движения «Неприсоединение», и многие из них нуждаются в срочной вакцинации населения. Страны мира показали, что полностью доверяют продуманным инициативам Баку. Президент Азербайджана Алихам Алиев не раз жестко высказывался о сложившейся вопросе распределения антиковидных вакцин несправедливости. Приведу один пример. Согласно информации, Канада заказала 154 миллиона доз вакцины для граждан своей страны. При этом население Канады составляет 38 миллионов человек, то есть в 4 раза больше, чем ее население. Таким образом, 120 миллионам человек не хватит вакцины. Эти люди не получат вакцину, а значит заболеют и умрут. Но им это безразлично. Они руководствуются исключительно своими эгоистичными интересами. Алиев также подчеркнул, что население, проживающее в развитых странах, составляет 14% от жителей планеты, тогда как этими странами заказано 53% произведенных вакцин. О какой справедливости может идти речь о правах человека? Получается, что права жителей из бедных стран ущемляются, их здоровье подвергаются риску. А в то же время богатые страны обеспечивают свои интересы. Азербайджан, будучи далеко не бедной страной, тоже столкнулся с несправедливостью и только благодаря своим ресурсам смог обеспечить страну вакциной. Азербайджан первым из стран Южного Кавказа начал вакцинацию. В ЕС вакцинация стартовала 18 декабря прошлого года, а у нас спустя месяц, 18 января 2021 года. Это показатель эффективной организации у нас в процессе вакцинации. Альхам Алиев всегда занимает принципиально жесткую позицию, когда идет речь об интересах страны. На этот раз президент Азербайджана занял еще более непримиримую позицию, потому что на кону стоят интересы более 100 стран и здоровье их жителей. Азербайджан, несмотря на все трудности, продавил эту резолюцию и теперь появляется шанс, что голос большинства будет все-таки услышан.